С 21 ноября на Майдане Отвечая на ваш вопрос, почему я стал участником Майдана, я скажу Меня толкнуло на это чувство несправедливости И произошло это после той ночи, в которой были избиты люди и студенты на Майдане На вопрос, оправдал ли ожидание Майдан, я ответить вам не готов Потому что все еще не закончилось, борьба еще продолжается Я могу сказать о том, что Майдан оправдал мои ожидания в том, что украинцы это очень сильная нация Оправдал в том, что украинцы готовы объединяться ради общей цели, позитивной цели И я горд, что я украинец, я горд, что наши люди поломали стереотип на Яхата с краю И я считаю, что победа будет, она будет нелегкой, но она будет обязательно Дмитрий, вы по праву считаетесь одним из основных неформатных лидеров Автомайдана С первых дней его существования Об истории возникновения Автомайдана вы уже рассказывали другим СМИ На сегодняшний день Автомайдан стал одним из самых активных и действенных составляющих Майдана Именно с Автомайданом сейчас в первую очередь борется правительство в лице всех правоохранительных органов Но мы все знаем, что Майдан все-таки не вечен и когда-то он думал, политическая ситуация разрешится Каковым вы видите будущее Автомайдана? Будет ли он существовать после Майдана и в каком качестве? Автомайдан будет существовать и далее Обязательно будет существовать и далее Автомайдан это общественное движение, не политическое Не имеющее отношения ни к одному конкретному политику Хотя нами уже были сделаны предпочтения по выбору единого лидера сопротивления Автомайдан будет продолжаться дальше И Автомайдан это способ и средство бороться с незаконными действиями властей, законными способами Если любая другая следующая власть будет проводить незаконные действия Автомайдан точно так же будет бороться и с ней Не важно фамилия, не важно человек, который придет Важно то, как он будет относиться к гражданам Украины Будет относиться плохо и несправедливо, то есть нарушать закон и ущемлять права Автомайдан будет бороться и с ней Автомайдан это тренд, это течение, которое самоорганизовалось из небезразличных людей И теперь этот круг разбить будет очень сложно Потому что люди нашли способ, как можно отстаивать свои права При этом стало понятно, что и видно И это определенно эффективный способ отстаивать свои права Как вы думаете, будет ли в Украине когда-нибудь еще Майдан? И в каких случаях это может произойти? Я очень надеюсь на то, что в Украине все последующие Майданы Будут лишь в виде развлекательных шоу На которые люди будут готовиться, красиво одеваться Приходить с детьми в красивой одежде и выражать радость Надеюсь, что любой последующий Майдан в Украине, который возможен Это будет Майдан позитива Это будет праздник и это будет радость Я очень надеюсь на то, что Майданов, которые будут собираться против несправедливости В Украине больше не будет Но как оно будет на самом деле, покажет время Сегодня уже очевидным есть, что гражданское общество стало активным субъектом политической жизни в Украине Как лично ваша семья, жена, дети, родители, друзья Отнеслись к вашему вхождению в политическую ситуацию через автомайдан? Были ли они вашими союзниками? Либо они как-то сопротивлялись этому? И какими способами? Я могу вам сказать, что моя семья очень сильно переживала и переживает до сих пор Так как мое здоровье еще далеко от нормального состояния Далеко от желаемого Но моя семья меня поддерживала все время Как в начале, так и во время и автомайдана, и сейчас Конечно, моя семья переживает очень сильно Конечно, это не просто переживать, когда со мной происходят такие события Не просто переживать мне, находясь внутри этих событий И не просто переживать моей семье, которые наблюдают и кладут свои нервы на алтарь нашего семейного счастья Но тем не менее, моя семья меня поддерживала, поддерживает И это был самый сильный мотиватор, который двигал меня вперед Чувство несправедливости за происходящее событие И поддержка моей семьи Это основные двигатели, которые вели меня вперед И помогали мне, и помогают мне оставаться в борьбе за несправедливость Сразу хотим извиниться за некоторый цинизм следующего вопроса Иногда создается впечатление, что некоторые так называемые париастичные громадяны Украины Были бы удовлетворены в гораздо большей степени, если бы вы не вернулись после посещения живым Как не вернулся Юрий Вербичский Ведь сомнений в его героизме сегодня ни у кого не возникает К сожалению, посмертно Мы рады, что вы живы и можете продолжать быть в двух И все же, как вы относитесь к откровенным спекуляциям в СМИ И еще больше в соцсетях по поводу вашего исчезновения и возвращения? Вы знаете, я читал очень немного статей по поводу своего исчезновения и возникновения По большей части цитировали мне выдержки из статей Те люди, которые находились рядом со мной Или писали мне краткие выдержки Мои близкие друзья, мнению которых я доверяю Несколько статей я все же прочитал И вчера даже опубликовал распечатки из скайпа, из айтюнса Для того, чтобы показать, насколько лживая власть сейчас Чтобы в очередной раз показать, как нагло и цинично власть врет Были ли заинтересованы те или иные люди, чтобы я не вернулся? Я не знаю Я могу лишь догадываться Но я хочу сказать, что пережитое мной Перевернуло очень сильно мой внутренний мир Я буду продолжать борьбу Обязательно Я считаю, что я стал сильнее И я считаю, что я стал мудрее Я теперь еще больше стал понимать, что ценно и важно А на какие мелочи не стоит обращать внимания Много можно сказать Но в целом у меня нет времени ненавидеть тех, кто ненавидит меня Потому что я слишком занят тем, чтобы любить тех, кто любит меня Вот так я вам скажу Я сейчас со своей семьей Я их люблю У меня есть объекты внимания У меня продолжается общение по Автомайданам в Вильнюсе, в Украине В Германии, в Польше, в других странах У меня есть кого любить Я трачу свои силы и энергии на них Я не хочу тратить энергию негативную на тех, кто ненавидит меня Пускай они сами живут со своей ненавистью Вы пришли в Автомайдан как гражданин и предприниматель Видите ли вы себя в будущем в политике Украины? Вы знаете, с определенного момента Да, с определенного момента я уже задумался о том, что я буду развиваться как политик Но для того, чтобы подумать об этом более основательно Мне надо как минимум пройти процесс реабилитации Пока что это мысли вслух Как вы видите будущее Украины через 3 года, через 5 лет, через 10? Украина станет европейской страной Обязательно Вопрос во времени И украинцы многие к этому уже готовы Не готова лишь кучка бандитов, которые узурпировали власть Украинцы смогут их победить, потому что украинцы сильнее И последний вопрос по обстоятельствам Мы с вами разговаривали по телефону Вы сказали, что у вас план ехать в Польшу Можете рассказать, какие ваши дальнейшие мысли И на какие действия? Завтра я уезжаю в Польшу Я буду в Варшаве Один день Потом я поеду в Берлин В Германию В Германию у меня будет еще ряд встреч Ну и дальше уже в начале следующей недели будут определяться планы на дальнейшие Спасибо большое вам за интервью Спасибо Желаю вам поздоровления, быстро Слава Украине Героям слава Спасибо вам, что вы нашли время приехать Поговорить со мной К сожалению, как вы видите, немного времени Все происходит очень быстро Продолжение следует...